Библия неоднозначно говорит о вкладывании денег в рост. В некоторых местах Библии это настоятельно рекомендуют и поощряют. В других, вроде бы, как запрещают. Может, я неправильно это понимаю, но могут ли христиане инвестировать деньги в рост, или же это считается грехом? Инвестировать деньги в рост, от себя комментарий, это давать их под проценты. Правильно я понимаю? Но этот господин бизнесмен, или мечтающий быть бизнесменом, задал хороший вопрос. Оно, конечно, не имеет связи с Пасхой, но в Библии мы встречаем случаи, когда Иисус сказал, что Царство Божие подобно. И подобно чему? Человек, который отправился в дальнюю страну, но оставил свои таланты. Это определенное количество денег своим слугам. Каждый по силе, имеется в виду по способности. Одному пять, два один. Когда он вернулся, он поругал одного из слуг, который сказал, я спрятал, и я возвращаю тебе твое. И господин сказал, надо было тебе дать торгующим, и я бы вернулся, получил бы свое с прибылью. Это значит, Иисус, который рассказал эту историю, не против был, что если у тебя есть деньги, ты даешь тому, кто торгует, который занимается торговлей, имеется в виду бизнесом. Он торгует, торгует, зарабатывает много денег, вот ты ему дал пять, он заработал из твоих пять пятнадцать, вернулся пять себе, а тебе десять. Это то, что произошло в Библии с этим человеком, у которого было пять талантов. И поэтому, получается, в этом случае мы видим, что можно. Так, где этот человек взял, что запрещено? Имеется в виду, есть такое написано в Библии, если ты можешь дать человеку помощь, вот, голодный брат, я ему дал двадцать гривен, я ему скажу, купи еду, но верни мне двадцать пять, вот это запрещено. Ну, как бы не запрещено, но об этом идет речь, что не отказывай, когда ты можешь кому-то дать. Поэтому бизнес-отношения не запрещено. Личные отношения, где нету бизнеса никакого, я рекомендую помогать друг другу, но в бизнес-отношениях это бизнес-отношения. А межчеловеческие отношения, семья голодная, я им помогаю, я не прошу, чтобы они вернули мне с процентами. Поэтому это христианство очень поощряет вопрос бизнеса. А бизнес, значит, что построено? На вложить и прибыль. Сам Бог, Он такой. Он дал сына своего одного. И сколько Он получил в ответ? Много сыновей. Я не говорю, что это бизнес, но это сам принцип сеяния и жатвы. Божий принцип такой. Если ты сеял, тебе дается, как написано там, утрясенное, переполненное. Вот это все по бизнесовому называется прибыль. То, что сверх, переполненное, утрясенное. Поэтому Божье царство имеет такой принцип. Поэтому не бойтесь войти в бизнес, пожалуйста. Но не путайте бизнес и благотворительность. Когда вы кому-то благотворите, благотворите. И не ждите от них ничего. Спасибо вам за ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова